Привет, друзья! Вы снова на канале Мамедыч, и сегодня мы исполняем желания ваши, конечно, потому что мы прислушиваемся к вашим комментариям, я обязательно их читаю. И сегодня будем комментировать сериал, который является русским, так скажем, аналогом доктора Хаоса. Это будет доктор Рихтер. Ну что, посмотрим? Поехали! Тут мы видим, что у девушки происходит нарушение в речи, на медицинском языке это называется афазия, то есть какой-то, мы подразумеваем, точнее я уже подразумеваю, какой-то процесс в головном мозге. Учитывая, что это произошло остро, скорее всего, это может быть нарушение кровообращения мозга, это инсульт, либо в том числе и опухоли головного мозга иногда проявляют себя остро и резко. Ну, посмотрим. Да, кстати, очень часто и в нашей стране, и во многих других мы больных людей принимаем за каких-то иногда сумасшедших или за пьяных людей, когда люди не могут что-то сообразить, сказать или ходят как-то неправильно. Мы к ним относимся предвзято, хотя на самом деле у них какие-то неврологические нарушения, поэтому будьте внимательны, и если встретите такого человека на улице, помогите обязательно ему. А вот у него, хотя это один из моих любимых актеров-серебряков, у него лицо, как будто он действительно вчера выпивал, но вообще-то у него не только в этом сериале такое лицо, а всегда, поэтому не будем к нему тоже предвзяты. Хотя у многих врачей такое выражение лица. Опухоль головного мозга, которую не видно на МРТ, от которой отказались в Бурденко и отправили к нам. Если ее не видно на МРТ, то все понятно, почему от нее отказались в Бурденко. НИИ Бурденко, раньше так называлось учреждение, это главной центральный институт нейрохирургии в нашей стране, где проводятся крутые операции. Ну а если опухоль не видна на МРТ, то априори мы пока не подразумеваем опухоль. Но посмотрим, что-то, может быть, все-таки они придумают. Химиотерапия не помогает, хирурги не понимают, что резать, ты все равно скучаешь. По-моему, уже в лучших традициях доктора Хауса. Во-первых, тросточка. По-моему, они полностью его копируют. И почему-то, видимо, это какой-то из других врачей говорит, что химиотерапия не помогает, хотя они не знают, что они лечат. И, видимо, в этой больнице не только доктор Хаус назначает эмпирическое лечение, не зная диагноза. Ну, кстати, история болезни имеет вот как раз-таки такой же вид, как и в наших российских больницах. В американских клиниках она чуточку всегда потоньше, видимо, потому что все-таки они большинство данных хранят в электронном виде. А тут человек только что попал в больницу, и сразу у него толстяна история. Укол твой полное говно. Да, большинство пациентов не любят лечение. Даже если этот укол был, видимо, с каким-то наркотическим анальгетиком. Они же полностью копируют доктора Хауса, который принимал Викодина. Но больная лежала прямо в том же кабинете, где они разговаривали. Хотя, согласно медицинской этике, не стоит обсуждать больного при нем, и когда он не участвует в беседе. Лучше это делать в ординаторской, когда это уже никто не видит. Глеобластома. Локализация четвертой желудочек. Почему сразу четвертый желудочек? Почему глеобластома? Глеобластома – это одна из самых распространенных внутримозговых опухолей. Вообще, самых распространенных опухолей. Самая злокачественная внутримозговая опухоль. Почему сразу четвертый желудочек? Хотя, эта опухоль не внутрежелудочковая. Как правило. И у нее выявилась афазия. Это говорит о том, что опухоль, скорее всего, находится в левой височной или задней лобной долях. Все становится намного интереснее. У нее нет опухоли. Рак без опухоли как это? У нее нет рака. Что-то я совсем ничего не понимаю. Все как в докторе Хаусе. Если некий процесс проявляется как опухоль, что городить-то? У нее нет рака, потому что нет нового образования. Куча процессов и болезней в нашем организме проявляется как опухоли. Например, та же самая аневризма в головном мозге может расти до больших размеров и проявлять себя как опухоль, сдавливая те или иные участки. То же самое и в других областях. Потому что есть просто уникальное расположение, уникальное расположение, тривиальное симптоматизм. Потому что надо сделать МРТ грудного отдела. Потому что МРТ делали без контраста. А вот это правда, если внутримозговая опухоль, взять снимки ее с МРТ без контраста и с контрастом, это совершенно два разных снимка. Ирина, у вас ничего металлического нет? Крестик сняли? Да. Аллергены, лекарственные препараты, пищевая энергия? Нет. Действительно очень важно, когда входишь в комнату, где стоит аппарат МРТ, снять все металлические предметы. И обязательно нужно узнать, есть ли металлические предметы у тебя в теле. Потому что некоторые металлические предметы могут изменять свое состояние в магнитном поле. Иногда, даже если металлический предмет не сильно магнитный, но в магнитном поле он может нагреваться. И тем самым тоже оказывать воздействие на близлежащие ткани. У меня знаком случай, когда один доктор зашел в комнату МРТ с баллоном для газа, с кислородным баллоном. И тогда магнитное поле подействовало прямым образом. Этот магнитный баллон оказался на месте пациента в аппарате МРТ. Но, возможно, это просто байки. Но все равно советую вам следовать предостережениям тем, кто работает в кабинетах МРТ. Но, кстати, тут снова мы видим, что существуют врачи, которые буквально везде. Они сначала думали над диагнозом, потом они пришли сами выполнять МРТ. Конечно, в российских больницах такого не существует. В российских больницах есть жестко регламентированные специальности, где человек, который занимается МРТ, есть лаборант, есть человек, который описывает. А тут, ну, ленин. Как они наперебывают друг друга, пытаются рассказать ей что-то. Но обязательно, конечно, тревожная кнопка находится вместе с пациентом в аппарате МРТ. Но в большинстве случаев, потому что, может, у больного возникнуть клаустрофобия и приступ паники. Мне, кстати, тоже делали МРТ один раз. Но мне не было страшно, потому что я бесстрашный. А вот это вполне возможно в российских больницах, когда что-то главврач запрещает или приказывает делать то, что не соответствует программе лечения. Бывает такое, конечно. Но чаще всего главврачи или заместители не влезают в группу, в лечебный процесс, просто контролируют это как-то сверху. Не хватайся за термодол, пойдем, я сделаю укол. Да, но тут они подменили ВК-1 термодолом, потому что действительно термодол в России более распространен. Это полунаркотический препарат, с которым тоже не нужно шутить, к которому тоже бывает привыкание. Аллергия на контраст. Дексаметазон. Ленок. Интубируя. Ну, аллергия на контраст, который применяется именно при магнитной резонансе томографии, происходит крайне-крайне редко. Я не знаю даже таких случаев. Чаще всего происходит аллергия на йодосодержащие контрасты, которые проводятся при компьютерной томографии. Тогда действительно у многих пациентах есть аллергия на йод, и тогда это генерализованная анофилактическая реакция. Но ребятки быстро срабатывают. То есть сегодня результата не будет? Аллергия на контраст. Сразу решают делать трахеостомию, причем трахеостомический набор у них прямо тут же. Очень странно. Обычно так не делают. Сначала вводят лекарства, и я думаю, что в этом случае экстренно переводят в реанимацию. Церебральный воскулит – редкость для молодой 28-летней женщины. Эти сладкие уху слова, знакомые с детства, с времен доктора Хауса. Воскулит, волчанка, да? Припоминайте? Гормоны при церебральном воскулите нужны в лошадинных дозах. Это большой риск. Но, кстати, при опухоли мозга гормоны тоже помогают. И при отеке, вызванном опухолью, мы назначаем дексаметазон, иногда даже в очень больших дозировках, и он действительно уменьшает отек мозга. Доктор Рихтер отменил химиотерапию, и в этой копейнице есть гормон, который снимет ваше воспаление. Снова диссонанс. Отменяют назначенную химиотерапию на неизвестное заболевание, чтобы потом назначить гормоны. Ни то, ни другое здоровье не добавляет человеку. Но иногда, в том числе гормоны, уж точно не химиотерапия, потому что химиотерапия тоже убивает не только болезнь, но и может плохо сказаться на здоровом организме. А гормоны иногда мы назначаем, но не с целью эмпирической терапии, а с целью просто поддержания какой-то жизнеспособности организма. Возьму палату быстро, а пациенту плохо! Так, становится интереснее. Эпиприступ, хотя эпиприступ случается, может случиться при любой неврологической проблеме, при любой потолоке, которая находится в мозге, потому что если опухоль или какое-то другое образование как-то раздражающе давит на кору головного мозга или на проводящие пути, может случиться эпиприступ. А оказывать помощь в данном случае нужно просто повернуть человека на бок. Ну, в крайнем случае, да, что-то резиновое воткнуть, точнее, что-то резиновое провести между челюстей. Расположите события на картинках в правильном порядке. Это один из стандартных нейропсихологических тестов, которые, мне кажется, в ее случае смысла вообще никакого не имеет. Ребят, просто ищите причину. То, что функционально что-то с ее мозгом не так, это и так понятно. Я отменяю лечение. Любое. Так она умрет. Ну, конечно. А мы посмотрим, как быстро она будет умирать и поймем, от чего. Но вот такой вариант не допустит никакое заведующее отделение или главврач любой больницы. Оль, полежишь со мной хату ломать? Ты когда мирничаешь, слова путаешь. Хату ломать – это значит ограбить квартиру. Руслан, расслабься. Он начальник. Вся ответственность на нем. Можешь продолжать делать только его указания. Синим дипломом Рихтер только со 105-й берет. По-моему, они пытаются сломать замок китайской двери, которую можно сломать просто одним ударом ноги. А, нет, я забыл. Они пытаются войти без следов. Мусорит сухие цветы розы. Домашнее сало. Доктор Родионов обманывался. Когда я слышу слово сало, в моей голове тоже примерно что-то такое происходит, но при всем при этом еще и выделяется слюна. Ты нашел сал. Цистицеркоз головного мозга. Возможно? Яйцо попало в кровоток и пошло в мозг. Организм не замечает его и поэтому не хочет бороться. Но вот прозит умер. И начинается иммунный ответ организма. Ну, в общем, вы примерно все слышали. Действительно, цистицеркоз – это заболевание. Прозитарты – заболевание. И, кстати, в начале, по-моему, кто-то из них говорил, что был лимфоцитоз, а именно на паразитарной заболевании может возникать именно лимфоцитоз и повышаться эозинофила. Бессмысленно говорить с больными. Она отказалась. Требует доказательств. Покажем цисту на МРТ. Мы ее не видим. Циста сливается с ликором. И на рентгене циста видна всегда. Мы делали МРТ, КТ, но старый, простой, обычный рентген. Ну, это очень странно, потому что КТ – это как раз и есть рентгеновский метод. И если не видно что-то на МРТ, если плотная, допустим, какая-то оболочка, то можно это увидеть на компьютерной томографии. Но еще, кстати, можно было бы сделать просто ламбораторные анализы, увидеть иммуноглобулины к тому или иному паразитарному заболеванию. Рентген бедра. Головы. Вряд ли у нее множественный цистокоз мозга. Мышцы бедра, цисты точно есть. А вот это хорошая идея. Да, в бедре наверняка у нее что-то хранится. Я не думаю, что врачи так радуются, когда наконец-то догадываются. Да, истинные причины заболевания. Но иногда бывает такое, конечно. Ну что, мы посмотрели с вами сериал «Доктор Рихтер», первую серию его. Как по мне, так это полная калька, по-моему, особенно даже сценария с «Доктора Хаоса». Но тем не менее, несмотря на это, тем, кто не смотрел «Доктора Хаоса», этот сериал будет интересным, потому что есть такая закрученная сюжетная линия в виде диагностирования какого-то заболевания. Есть большая разница между больницами в России и в Америке. И у нас, конечно, таких диагностических отделений нет, как и таких красивых больниц, по-моему. Но все же, тем, кому интересна медицина, вполне советую посмотреть с классными актерами интересный сериал. Ну а с тобой был Мамедыч. Подписывайся на канал, смотри новые выпуски. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok